МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В случае, если столкнулись с оказанием некачественных услуг, на эти и другие вопросы ответит гость программы Резонанс Мурат Тюминбай, руководитель департамента по защите прав потребителей Магнисталской области. Добрый вечер, Мурат Томатович. Здравствуйте. Как ваши дела? Хорошо, спасибо. Немногие из нас знают, что в области есть специальный орган, который может защитить наши права, права потребителей. Между тем, ваш департамент был создан еще летом 2019 года. Расскажите, пожалуйста, какие функции выполняет ваше ведомство в плане защиты интересов и прав потребителей? Добрый вечер, уважаемые телезрители. Данных департамент, комитет и его территориальные департаменты созданы были в 2019 году, 17 июня, указом президента за номером 17, было создано Министерство по торговле, Министерство торговли и интеграции. И на основании этого указа, значит, по основанию правительства, 10 июля 2019 года был создан комитет по защите прав потребителей и его территориальные подразделения. Значит, основными функциями нашего комитета и департаментов это является обеспечение реализации госполитики в сфере защиты прав потребителей, осуществление межотраслевой координации деятельности государственных органов по обеспечению реализации госполитики в сфере защиты прав потребителей и, значит, осуществление государственного контроля в сфере защиты прав потребителей. Вот основные три направления, по которым мы работаем. А если простыми словами, какие проблемы населения решает ваше ведомство? С какими жалобами могут обратиться жители к вам? В период за 2020 год к нам обратилось более 300 потребителей. Основное направление у нас, как вы знаете, было по авиакомпании БКР. Здесь права потребителей защищались в лице нашего комитета. Были поданы несколько исков в суд. Все иски были выиграны. Если я не ошибаюсь, два решения на сегодня вступили в законную силу. Суд вынес решение о возмещении, возврате средств всем пассажирам. Если прийти к нашему региону, то на сегодняшний день у нас основная часть жалоб это на обмен, возврат, продажу некачественного товара. Основная часть вот это. Потом у нас есть немного жалоб по услугам ЖКХ, деятельность КСК. Сейчас у нас КСК, значит, ОСИ созданы. В пределах своей компетенции мы удовлетворяем все эти жалобы по возврату, обмену товара. Но если не в пределах вашей компетенции, мы еще об этом поговорим, но вы можете перенаправить жалобы, да? Да, да. Если не в пределах нашей компетенции, мы, значит, рассматриваем, поступает жалоба, мы ее регистрируем. Рассматриваем, если рассмотрение данного вопроса не уходит в нашу компетенцию, мы ее, значит, перенаправляем в компетентные государственные органы. Отлично. Как я уже до этого говорил, немногие знают, что у нас есть такой департамент, что они могут обратиться с какой-либо жалобой, да, в какое-нибудь ведомство. Давайте поговорим о статистике, о цифрах. Сколько людей к вам обратилось в это время? Ну, по состоянию, за 2020 год к нам, значит, обратилось более 300 потребителей, из них, значит, мы по своей подведомственности рассмотрели чуть более 100 жалоб, из них половина была удовлетворена, а в 106 половине были даны разъяснения норм законодательства. Также, значит, были возмещены средства по, допустим, некачественным товарам, значит, когда потребитель обращается о возврате товара, ему отказывают, таких тоже жалоб очень много. Но, знаете, на сегодняшний день я хотел отметить, что у нас до 1 января 2003 года президентом объявлен мораторий на проверки микро и малого бизнеса, поэтому мы, значит, не во все инстанции, не ко всем предпринимателям можем, значит, пойти на проверку, привлечь к ответственности. Ну, это все как бы решается на уровне переговоров, пытаемся решить с предпринимателями, направляем письма разъяснения законодательства. Ну, стоит отметить, что большая часть потребителей, а предприниматели в нашем регионе добросовестные, законопослушные, большая часть идет на встречу. Ну, есть, конечно, определенный круг предпринимателей, которые, скажем так, пользуясь мораторием, ну, никак не идут на контакт ни, значит, с потребителем, ни с нами. А что с этим предпринимателем? Ну, мы, значит, бессильны что-то сделать. Мы, значит, с такими предпринимателями, мы проводим беседу, в случае отказа мы потребителю даем ответ, что на сегодняшний день, значит, объявлен мораторий и рекомендуем обратиться в суд. На сегодняшний день, значит, у нас рассмотрение жалоб потребителей с прошлого года, летом 2020 года президент подписал, значит, внесены изменения в закон о защите прав потребителей, в административный кодекс. И, значит, на основании этого мы рекомендуем обратиться в суд. Трехступенчатая система защиты прав потребителей внедрена. Это первая между потребителем и предпринимателем, как говорится, здесь и сейчас. Если, значит, это неэффективно, потребитель обращается к нам. Это уже вторая ступень. Да, вторая ступень, он обращается к нам или же в общественные объединения, к медиаторам. Значит, если, значит, мы уже, как говорится, не можем, в частности, как я выше говорил, в связи с мораторием, не можем выехать на проверку того или иного субъекта, значит, мы рекомендуем обратиться в суд. Даем разъяснение и рекомендуем обратиться в суд. А много ли дел, которые были направлены в суд? Нет, мы дела не направляем. Мы, значит, потребителю даем разъяснение, что на сегодняшний день объявлен мораторий и в соответствии с гражданским кодексом вы в гражданском порядке можете обратиться в суд. И, ну, помогаем составить исковые заявления. Если, значит, потребитель просит помочь, мы можем помочь составить заявление. Понятно. Вот вы сказали, что у нас в основном предприниматели очень адекватные, идут на встречу, это, конечно, очень радует. Бывало ли такое, что, наоборот, клиент как-то жалуется не по конкретному вопросу, там, просто хочет как-то обжаловать? И приходилось ли защитять права, наоборот, предпринимателей? Нет, я понял у вас вопрос. Нет, мы права предпринимателей не защищаем. Да, у нас были такие случаи, что, значит, предприниматель обращался, ну, значит, они обращались не защитить их права перед потребителями, а вот, допустим, один предприниматель обратился с просьбой защитить его права перед другим предпринимателем. Ну, согласно закону, значит, потребитель это физическое лицо, которое имеет намерение приобрести, там, товар или ту или иную услугу, работу, и то, что не связано с предпринимательской деятельностью. Поэтому мы, значит, защищаем права только физических лиц, а предприниматели, я так понимаю, их права, наверное, защищает Атамикен, палата предпринимателей, и, скорее всего, их права предусмотрены предпринимательным кодексом, я так полагаю. Это хорошо. Ну, теперь же наши жители, наши зрители знают, что, если они не знали, что у нас есть такое ведомство, в случае, если они столкнутся с оказанием качественных услуг, они могут обратиться к вам, да? А ваши консультации платные? Нет, у нас консультации бесплатные, мы являемся государственным органом, пользуясь вашей передачей, я хотел, да, конечно, обратиться к жителям нашего региона. Каждый житель, он является потребителем, каждый из нас там вечером идет в магазин, допустим, после работы, уже, значит, он потребитель. Если вдруг ваши права и законные интересы нарушены, всегда милости просим. У нас наш адрес, значит, 9-й микрорайон, здание 23А, кабинет 215. А как можно легче к вам... Можно, ну, к нам можно позвонить, у нас всегда действует телефон горячей линии, значит, 43-14-34. Всегда можно позвонить по этому телефону, обратиться на электронный адрес, и создан телеграм-бот у нас есть, можно через телеграм-бот обратиться. И еще есть у нас, значит, с этого года внедрена программа ЕТУТУНШ, на сегодняшний день пилотный проект уже работает. Также, пользуясь вашей передачей, хотел обратиться как к предпринимателям, так и к жителям нашего региона. И можно зарегистрироваться, значит, в этой программе. И уже через эту программу, значит, подавать заявление, любое обращение, что и к нам, и, значит, предпринимателям. Если предприниматель будет зарегистрирован в этой, значит, этой программе, будет сразу его обращение потребителя уходить к нему, предпринимателю дается на рассмотрение этого обращения 10 дней. Значит, если предприниматель в течение 10 дней не ответит на это обращение, оно программой предусмотрено, что оно будет уже автоматически отправляться в соответствующий государственный орган на рассмотрение. Кстати, адреса на Telegram.bot и на почту вы можете увидеть, наши зрители могут увидеть по экрану. И касательно вот этой программы, которую вы запустили в пилотную версию, вы запустили, получается, 1 января в этом году. И хотелось бы остановиться на этом, потому что, ну, очень легко, да? Получается, что человек пришел в какой-то магазин, там есть QR-код у входа, получается, и если его как-то, ну, не устроило что-то, какая-то жалоба, если он хочет дать жалобу, получается, он просто сканирует QR-код. Ну, сперва, конечно, желательно предупредить предпринимателя, там, хозяина кого-нибудь, да? Если они отказываются как-то, они могут просканировать этот код, там появляется сразу информация о бизнесе. Ну, на сегодняшний день, значит, этот QR-код пока это еще, во всяком случае, в нашем регионе это не работает, потому что мы, значит, пока еще с предпринимателями данную беседу не проводили. Планируем вот в марте месяце встретиться со всеми предпринимателями нашего региона, уведомить их об этой программе. Они должны будут, значит, в будущем, конечно, когда эта программа будет полностью внедрена, каждый предприниматель, каждый предприниматель обяжет там зарегистрироваться. Значит, и после этого, да, у каждого предпринимателя в видном месте должен быть расположен этот QR-код, и любой потребитель может подойти просто с телефоном, отсканировать QR-код, и все данные этого предпринимателя, они будут уже автоматически там выходить. И потребителю останется только, значит, заполнить текст жалобы. Ну, если честно, вот, если как-то жители сталкиваются с какой-то ситуацией, во-первых, они не знают, куда обратиться, а во-вторых, они могут подумать, ну, что из-за этой проблемы сейчас, там, я куда-то заявление писать, еще что-то, да, когда будут рассматривать, все равно там где-то останется, там не будут, да, ну, есть такие люди, которые только из-за этого, ладно, все, потом уходят так. А здесь, получается, ну, такое приложение намного должно облегчить жизнь жителей. Думаю, нужно призвать вообще всех предпринимателей, жителей, чтобы они уже начали активно пользоваться этим приложением, и насколько они быстрее будут уже пользоваться ею, получается, и пилотная версия быстрее, но это же, получается, тестовый режим. Если тест быстрее пройти, то и можно будет полноценно уже пользоваться и облегчать себе жизнь. Да, да, я поэтому сейчас пользуюсь вашей передачей, и призываю всех, значит, предпринимателей и потребителей населения нашего региона, если в случае возникновения каких-то тех или иных, значит, если кто-то столкнется с нарушением своих прав, если он уже будет зарегистрирован, значит, в этом приложении, он просто будет туда заходить под паролем, выбирать субъект, на который он хочет пожаловаться. Если на момент, когда он захочет через это приложение пожаловаться, данного субъекта не окажется, он окажется пока еще не зарегистрированным в этом приложении, то мы уже, как комитет и территориальный департамент, уже там зарегистрированы. Можно будет выбрать нас и уже непосредственно к нам направить жалобу. На сегодняшний день уже через это приложение к нам жалобы поступают, мы рассматриваем и принимаем соответствующие решения и меры. А скачать приложение можно в App Store и в интернет-маркете? Пока еще нет, так как еще пилотная версия, ее можно просто зайти в интернет, набрать ЕТУТУНШ, и она будет выходить там. Это получается пока облачно, через сайт работает? Да, через сайт работает. Да, уважаемые жители, заходите на сайт ЕТУТУНШ, пользуйтесь, тестируйте, и в скором времени будем пользоваться и приложением. Мы продолжим выпуск, и, насколько мне известно, в департаменте функционирует телефон горячей линии, вы только что говорили, и какие вопросы вы можете выделить как наиболее острые? Ну, по горячей линии у нас, значит, да, очень много вопросов, звонков поступает, а основная часть вопросов, это, значит, на обмен и возврат товара. Многие предприниматели, значит, не хотят менять. У многих предпринимателей, значит, на бутиках написано товар обмену и возврату не подлежит, товар замена в течение трех дней. Хочу уведомить потребителей, что, согласно статье 30 закон о защите прав потребителей, любые товары подлежат обмену и возврату, за исключением шести наименований. Это, значит, растительные, животный мир, метражные изделия, лекарственные средства, медицинские, эти принадлежности, вот шесть наименований, которые они действительно и сотовые устройства, абонентские устройства, сотовые связи. Вот это то, что не, значит, подлежит обмену и возврату в течение 14 дней. Статья 30 закон о защите правительства, обмен и возврате товара в течение 14 дней, первый пункт. А согласно пункту второго этой же статьи, любой товар, за исключением этих товаров, в течение 14 дней, если потребитель докажет, что он, значит, некачественный, он подлежит обмену на месте приобретения этого товара. Значит, он в таком случае, если столкнется с такой ситуацией, он, сейчас многие, значит, предприниматели направляют потребителей и, если он приходит с обращением, что вот я, допустим, купил сотовый телефон, он вот в течение, ну, срок годности, там, год, два, три идет. В течение срока годности он приходит, говорит, я вот не работает. Сейчас многие предприниматели, значит, отправляют их в соответствующий сервис-центр, хотя это нарушение закона. Здесь в таком случае продавец или производитель, он должен сам принять этот товар и сам направить на сервис-центр. Ну, или согласие потребителя, да, он может отдать потребителю, и потребитель идет по своему выбору. Нигде законом не предусмотрено, как сейчас многие, значит, делают, что отправляют именно в конкретный определенный сервис-центр, с которыми, допустим, работает данный предприниматель. Можно идти в любое, но если вы, как потребитель, захочете сами провести экспертизу, вы идете в любой сертифицированный сервис-центр и делаете экспертизу. Если в этом случае вы заплатите, значит, за экспертизу, и экспертиза подтвердит, что, да, данный товар бракованный, имеет заводской брак или непригоден к дальнейшему использованию, вы приходите, значит, предпринимателю, показываете это заключение, и здесь же предприниматель должен вам, значит, соответственно, оплатить ваши потраченные средства. Насчет сотовых телефонов не знаю, но с одеждой я сам сталкивался, что когда товар как бы некачественный, и ты приходишь к предпринимателю, они говорят, что в течение 14 дней вы имеете право, хотя там товар новый, просто некачественный, да, и все, 14 дней прошло, вы не имеете права сделать обмен или возврат, а получается, что нет, можно вообще, даже если там прошло больше двух недель, да? Да, если товар сохранил свои потребительские свойства, если на товар, значит, наложен какая-то, имеет гарантию, то вы в течение срока гарантии можете. Ну, все, теперь я знаю, куда обращаться, и честно скажу, я не знал, что можно так, я поверил им, что в течение 14 дней, да, и это как бы многие с этим сталкиваются, очень много людей. Еще хотел спросить, если человек имеет претензии к сфере обслуживания, к примеру, были ситуации, когда, ну, приходишь, ну, кто-то может нагрубить тебя, да, и сотрудников, и это не очень приятно, при таких обстоятельствах, к кому люди могут обратиться, в ваше ведомство или в другое? Ну, сфера услуг, это, конечно, не наша, допустим, если вам нагрубили в сфере, допустим, общепита, вы вправе пригласить руководителя администратора заведения или директора заведения, высказать свою претензию, если же не будут предприняты меры, то, скорее всего, это, наверное, в ведомстве органов полиции грубое отношение. Понятно. Хотел еще спросить, поступали ли к вам жалобы, которые касаются всего общества, или люди чаще обращаются к вам для решения личных своих проблем? Нет, на сегодняшний день, конечно, к нам не поступали жалобы от общества, у нас в основном единичные жалобы, одно физическое лицо обращается в целях восстановления своих нарушенных прав. В случае, если к нам, значит, обращаются по одному и тому же вопросу в отношении одного и того же, допустим, субъекта предпринимательства 10 и более человек, тогда, значит, мы вправе подать в суд иск и уже в судебном порядке отстаивать их интересы, так как это у нас, значит, сейчас такую процедуру провел наш центральный комитет в отношении авиакомпании и БКР. И, значит, эти проблемы были судом решены. Ну, это уже какие-то крупные организации, да? Да, да. А каковы сроки и условия подачи заявлений или жалобы, если потребитель, там, столкнулся с некачественной продукцией, там, ну, в течение какого времени он должен к вам обратиться? Ну, допустим, если обмен, возврат качественного товара, то в течение 14 дней он должен, значит, обратиться к субъекту предпринимательства, если субъект отказывает, то сразу же к нам в течение 14 дней должен быть произведен обмен или возврат. А, в общем, то это в течение срока годности данного приобретенного товара в течение срока годности может обращаться. Если предприниматель отказывается в течение срока годности там устранить неполадку, то мы, то, соответственно, потребитель может обратиться к нам. А в течение скольки времени вы рассматриваете вопрос? Ну, смотрите, согласно закону, мы, если не требуется информация от иных субъектов или госорганов или должностных лиц, мы в течение 15 дней рассматриваем и даем соответствующий ответ потребителю. Если, допустим, требуется иная информация или выезд на место, то, значит, в течение 30 дней. Но если слишком, скажем так, сложное обращение, то может быть продлено еще на 30 дней. А еще вы говорили, что потребитель может потребовать от предпринимателя сертификат на товар, да? И он должен будет, обязан показать его. В права потребителя, да, есть такой пункт, он может потребовать любой документ, любой документ о товаре, о его происхождении, о сроке годности, о его потребительских свойствах, качествах, о его составе. Значит, он может потребовать, допустим, это сведение о производителе. Любая информация касаемо интересующего потребителя товара, он может запросить у продавца. И продавец это обязан предоставить. А еще наше ведомство работает на международных масштабах, если потребитель там стал клиентом уже организации, которая находится вне нашей республики. Знаете, мы с этим не сталкивались, но в международных масштабах именно наш территориальный департамент не работает. Это, наверное, скорее всего в ведомстве нашего комитета. Во всяком случае, на сегодняшний день мы не сталкивались с такими. были, конечно, жалобы в период пандемии на авиакомпании турецких, на турецкие авиакомпании, на российские, но здесь, так как это не входило в нашу компетенцию, мы, значит, переправляли данные обращения в комитет гражданской авиации на рассмотрение. И можно коротко остановиться на интернет-магазинах? Часто люди становятся жертвами. Но интернет-магазины, знаете, это на сегодняшний день больная тема. Мы, значит, сегодня вот был у меня потребитель, тоже жаловался на интернет-магазин, значит, приобрел мебель некачественную. Ну, значит, приобрел мебель и, значит, звонит продавцу, которую через интернет она нашла. И все, уже дальше связи с ним нету. Но, благо, там был адрес этого магазина. Значит, я коллег с определенным регионом попросил посмотреть, действительно ли там по этому адресу находится тот или иной магазин. Если да, то, значит, оказать содействие. Но зачастую мы сталкиваемся с ситуацией, что зарегистрирован по тому или иному адресу. Но приходишь туда, там никогда не существовало такой организации. У нас было такое. Ну, здесь, соответственно, ну, где его искать? Здесь тогда уже, значит, заявление в органы полиции надо писать. Ну, получается, здесь следует призвать жителей, чтобы они остерегались таких магазинов, интернет-магазинов, потому что у нас сейчас социальные очень много кто торгует. Лучше, конечно, становиться клиентами больших каких-то платформ, доверенных уже. Да, да, значит, так, доверенных, вот, в Алберес, есть, вот, тоже были, когда на них жалобы, мы, значит, на уровне, значит, телефонных разговоров с ихними центральными органами в России, значит, вели переговоры, наш комитет вел переговоры, и приходили к общему мнению и решению проблем. как все мы знаем, сейчас в интернете, в инстаграме очень много вот этих предпринимателей, которые, однодневки, скажем так, неделю существуют, там, свою определенную миссию сделают, и все, потом их уже не найдешь. Могут либо некачественный товар отправить, или же просто взять предоплату и исчезнуть. Сейчас у нас комитет наш центральный готовит, значит, второй пакет поправок законодательства, ну, и мы все, как территориальные подведомственные департаменты направляем свои соответствующие предложения, мы от нашего департамента сейчас тоже готовим соответствующие предложения, и здесь тоже предусматриваем вот по поводу этих интернет-магазин, определенные процедуры. Любой интернет-продавец, который в Инстаграме или на других этих продает платформах свою продукцию, он должен пройти определенную процедуру, ну, это чисто мое мнение, чтобы завтра мы, значит, могли его где-то найти, а не так, что просто зарегистрировался, продал свою нужную вещь, завтра исчез. Ну, это еще, надеемся, будет рассматриваться. Да, это еще будет в этом году рассматриваться. Значит, во втором полугодии будет вноситься проект, предусматривается внести проект в правительство, ну, и потом, соответственно, в парламент. переговоры были с этими интернет-платформами какого плана? Поступили жалобы какие-то? Да, были жалобы, значит, здесь, понимаете, региональные эти представительства, их не, ну, не меняют товар, значит, не возвращают, некачественно предоставляют. на уровне общения по телефону мы через WhatsApp ведем переговоры, переписку. Ну, могу сказать, что в 90% с этими крупными интернет-предпринимателями вопросы решаются. Отлично. И до окончания нашего эфира осталось пару минут в заключении, что вы сказали нашим зрителям? Ну, хотелось бы сказать, чтобы потребители изучили свои права. У нас многие потребители не знают своих прав, не знают, куда обратиться в случае нарушения их прав. Значит, посмотрите, пожалуйста, закон о защите прав потребителей. Там на нескольких листах расписаны права потребителей. посмотрите, что вы имеете право сделать, куда вы можете пожаловаться. И, пожалуйста, всегда наши двери открыты, телефон горячей линии, электронные адреса и наш адрес. Можете письменно обратиться, наши специалисты всегда окажут вам грамотную юридическую услугу. Благодарим вас, Мурат Маматович, за ваши подробные ответы. Будем надеяться, что права и грамотность населения в области будет только повышаться и граждане будут реже сталкиваться с оказанием некачественных услуг. Это была программа Резонанс. Смотрите нас в следующую пятницу, 5 марта, на телеканале Мангистал. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова